Скука, зрелище, пот и кровь, на смене зевоте приходит огонь. Хюрин в клинче Акенда держал, а тот его головою бодал. И в рассечениях нет недостатка, когда голова как третья перчатка. Угас отлично, бой провел, джебил и бил ну просто герой. Вдвое больше ударов донес он до цели, но на картах судей победил еле-еле. Обо всем не спеша и по порядку, ведь зеринг-шоу всегда бьет точно в десятку. Приветствую всех любителей бокса. Прошедший уикенд показал, что поединки андеркарта могут быть куда зрелищнее и интригующие майн-ивентов. Впрочем, мы никогда не делали из этого тайны, но поговорить о главных поединках вечеров бокса стоит, поскольку было о чем поговорить. Весьма вязкой, смазанной и удручающей получилась вторая защита Джамиля Херингом своего титула чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе против 12 номера рейтинга Джонатана Акенда. Джонатан Акенда не предложил Херингу ничего нового. Он бросался вперед со своими ударами, явно желая зацепить Джамиля и уже в инфайте постараться нанести более акцентированные и мощные удары. Все, что должен был сделать Херинг, это включить голову, потом ноги, подключить жесткий и быстрый встречный джеб в качестве стоппинга и разбивающей силы, и затем уже своей левой ударной рукой наносить действительно сношебающие удары. Джамилу удалось это сделать в третьем раунде. Он встретил налетающего на него Акенда точным левым апперкотом по бороде и Акенда оказался на конвасе. Казалось, вот он алгоритм, следуй ему и будет тебе победа. Но Херинг, как оказалось, простых путей не ищет. Он начал останавливаться, Акенда в него влетал, завязывалась борьба в клинче. И вот в таких бросках и в борьбе клинче Херинг получил сначала небольшое рассечение своей левой брови, а потом и довольно-таки глубокое, разлезающееся и кровоточащее рассечение уже своей правой брови. Получил травму, Херинг стал не то чтобы осторожен, он начал действовать довольно-таки просто. Было явно видно, что из-за травмированного глаза он не успевает увидеть действия своего соперника. Поэтому, получив в грудную клетку очередной удар от Акенда, Херинг начинал борьбу в клинче. После шестого, седьмого и восьмого раундов, которые были однообразны по своей сути, Тони Викс принял решение остановить поединок, прежде посоветовавшись с Херингом и врачом из ринсайда Полом Уотсоном. Решение было остановить поединок довольно-таки понятным. Херинг не мог продолжать бой, поскольку его рассечение на правой брови разлезалось все больше и больше. Естественно, техническая остановка боя и в дело, как следует из того правила, включаются записки судей на момент остановки боя. То есть, на момент остановки восьмого раунда было понятно, что Херинг на записках судей должен победить, несмотря на то, что Акенда наносил иногда больше ударов, все-таки точных ударов наносил больше Херинги. Там была разница практически в два раза, Херинг нанес больше точных ударов. Но решение Тони Викса нас обескуражило. Напомню, что Тони Викс игнорировал все опасные движения Акенда головой по ходу поединка и дисквалифицирует после окончания восьмого раунда он Джонатана Акенда в связи с тем, что тот наносил запрещенные удары головой. Где логика, мы не знаем, но известно только одно. Если Джамил Херинг именно в такой форме, с таким планом и с такой квалификацией подойдет к поединку против бывшего чемпиона мира по версии WB в полулегком весе Шакура Стивенсона, нам Джамила Херинга становится жалко. В главном поединке вечера бокса, состоявшемся на арене Майкрософт Сиача, Лос-Анджелес, Калифорния, своего владельца получил вакантный титул чемпиона мира по версии WB в Элтервейт, коим и стал Ярденис Угос, победивший разделенным решением судей Абеля Рамоса. Напомню, что титул стал вакантным после того, как в июле этого года руководство WBA лишило его уже бывшего владельца Александра Беспутина, поймав его на употреблении допинга. В этом поединке я с удовольствием увидел, насколько же важным оружием является джеб, как оружие разрушения, так оружие сдерживания, как оружие защиты, как оружие начала всех тактических действий. И Абель Рамос, и, конечно же, Ярденис Угос прекрасно фехтовали джебами на протяжении всех 12 раундов. Это был поединок джебов. По-другому его назвать нельзя. Надо отдать должное стойкости Абеля Рамоса и, конечно же, таланту Ярдениса Угоса, который вел поединок очень выдержанно, очень четко, интуитивно чувствуя, когда Рамос будет атаковать. Очень хорошо отрабатывал на ногах, очень хорошо действовал после джеба, подхватывая атаку ударами по этажам. В общем, Угос, чтобы вы понимали, нанес в два раза больше точных ударов. Там ситуация была 143 против 70, то есть 143 точных удары нанес Ярденис Угос и только 70 точных ударов нанес Абель Рамос. Неприятная ситуация случилась в одном из раундов, когда Ярденис Угос решил то ли таким полуправым оверхендом, то ли боковым достать голову Абеля Рамоса. Но Рамос так элегантно отошел в сторону и Угос пролетел между канатами, практически на них намотавшись. Где-то подсознательно, глядя как раунд переходит в раунд, я ждал, что поединок взорвется и взорвет его Рамос, поскольку у меня на карте и на карте всех экспертов при онлайн подсчете он проигрывал в каждом из раундов 10-9. И даже в какой-то попытке переломить ход боя у него не получалось. Но мы помним, как в феврале этого года Рамос, проигрывая, смог на последних секундах поединка все-таки нокаутировать своего соперника. И Угос это прекрасно понимал, поэтому он не лез на рожон, проведя поединок, ну вот как по учебнику. Бой закончился довольно-таки неожиданным результатом. У меня на карте и на карте у других экспертов Ергенис Угос выиграл уверенно 116-112. Но когда Джимми Леннон-младший объявил результат, лично у меня открылся рот. Потому что Эдвард Эрнандес и Захарий Янг дали 115-113, а третий судья Дэйв Лу Маретт с какого-то перепуга, либо другого какого-то состояния дал победу 117-111 в угол Абеля Рамоса, что, конечно, не соответствовало результату. Но, тем не менее, на картах двух судей Ергенис Угос побеждает. И, наконец-то, на девятом году своей профессиональной карьеры он, наконец-то, становится чемпионом мира, с чем мы его и поздравляем. И теперь давайте поговорим о маленьких новостях большого бокса. Франшизный чемпион мира по версии WBC в средневесовой категории и обыкновенный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Сауль Альварес и вице-президент стриминговой платформы Дозон Джо Скипер побили горшки. Причиной разногласия это сумма призовых, которые Сауль Альварес получает за каждый проведенный им поединок. Напомню, что за 11 боев, которые Сауль Альварес должен провести на стриминговой платформе Дозон, он получил уже 356 миллионов долларов. И за каждый свой бой он получает дополнительные бонусы в размере 35 миллионов долларов. Но только в том случае, если против него в ринг выходит боец высокого класса. Таковыми на сегодняшний момент являются чемпион мира по версии WBA Super и WBC Diamond во втором среднем весе Колумб Смит. И обладатель в этой же весовой категории титула чемпиона мира по версии WBO Билли Джо Сондерс. И то Джо Скипер в связи с пандемией COVID-19 и всеми проблемами, которые принес с собой карантин, попросил Сауля Альвареса снизить свои аппетиты до 15 миллионов долларов. Но дело в том, что ни Смит, ни Сондерс не хотят выходить за 3-4 миллиона, когда им изначально было обещано практически в два раза больше. И тут, если вы помните, на горизонте Сауля Альвареса возникает некий турецкий боксер Авни Илдырым. И Маурицио Сулейман, президент WBC, санкционирует поединок Сауля Альвареса и Авни Илдырыма за вакантный титул чемпиона мира по версии своей боксерской организации во втором среднем весе. Естественно, качество такого соперника не устраивает руководство Дозон. Сауль Альварес хочет плюшек и не хочет идти на уменьшение своего бонуса для поединка против Калума Смита либо Билли Джо Сондерса. Те, в свою очередь, хотят получать по 7-8 миллионов долларов за поединок. То есть, классическое денег нет, но вы держитесь. И, скорее всего, Сауль Альварес до конца этого года вряд ли выйдет в ринг. Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлас Рамирес после своей победы над Виктором Постолом заявил, дескать, хочу провести объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA, Super и IBF в этой весовой категории Джоша Тейлора. И этот поединок мы проведем до конца этого года, а нет, президент WBO Франциско Валкарсель напомнил Хосе Карласу Рамиресу о том, что его до конца этого года ожидает обязательная защита своего чемпионского титула против Пуэрториканского проспекта Джека Кеттерала. В свою очередь президент IBF Derek Peoples напомнил Джошу Тейлору о том, что до конца года тот тоже должен провести обязательную защиту своего чемпионского пояса против тайландца Апиуна Хон Сонга. Мы только надеемся, что до конца 2020 Рамирес и Тейлор выполнят свои обязательства, чтобы в начале уже следующего года подарить нам очень зрелищный и интригующий бой. Президент добровольного антидопингового агентства Маргарет Гудман с гордостью сообщила, что чемпионы мира в легком весе Василия Ломаченко и Теофима Лопес стали участниками добровольной программы антидопингового тестирования, которая пройдет до их поединка, что, напомню, состоится 17 октября в Лас-Вегасе. В этот период Василий и Теофима должны сдать офицерам ВАДА как минимум три теста, причем по первому требованию офицеров ВАДА. Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис уверенно заявил, что 24 октября он выйдет в ринг против чемпиона мира по версии WBA в первом легком весе Лео Санта Круза, четко войдя в лимит этой весовой категории 59 килограмм. Напомним, что проводя год назад поединок против Гамбо в легком весе, Джервонта еле-еле влез в 61,2 килограмма. Однако с того времени, по словам Джервонты, прошло достаточно много времени, он стал более дисциплинированным, выполняет все предписания своего диетолога и фармаколога и уверен, что войдет в 59 килограмм, чтобы надрать задницу Лео Санта Крузу. Долгожданный всеми нами поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе между Кшиштофом Гловацким и Лоуренсом А.Коле состоится 12 декабря и станет главным поединком андеркарта вечера бокса, где в майн-ивенте на O2 Arena, что в Лондоне, свой бой проведут чемпион мира по версии IBF, WBA, Super и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF Кубрата Пулева. Предстоящий уикенд бокса, как и прошлый, будет довольно-таки спокойным. Нас ожидает один вечер бокса, в котором мы увидим два зрелищных и интригующих поединка. В этот уикенд Боб Арун в зоне бабл комплекса MGM Grand Las Vegas Nevada предложит нам в майн-ивенте своего вечера бокса нет ни поединок за титул чемпиона мира, а чертовски зрелищный, интригующий, потный и кровавый поединок, где на кону всего лишь будет стоять вакантный поезд континентального чемпиона Америки по версии WBC во втором полусреднем весе. Но кто же выйдет в ринг, чтобы его оспорить? Вы помните бойца, который здорово навалял Теренсу Кроуфорду, прежде чем Теренс Кроуфорд его победил? Да-да, я говорю о Эггюсе Каваляускасе и его сопернике, обладателе пояса чемпиона североамериканской боксерской организации Михаэле Зевски. Каваляускас это реально машина для разрушения, прет вперед, он проглатывает удары соперника, он выбрасывает свои удары и превращает в бой поистине, в битву, великую битву, в которой ему удается сокрушить своих соперников, не всегда, но все же удается. А вот Зевский это парень осторожный, он будет держаться на дистанции, лишний раз не рисковать, а если соперник и будет атаковать его, то Зевский на отходе сработает джебом и тут же вернется с довольно-таки мощным ударом правой, которым неоднократно опускал своих соперников на канвас. Согласитесь, что такое смешение стилей говорит только об одном, бой будет интересным и его надо обязательно посмотреть. И второй поединок, который будет являться главным боем андеркарта, этого вечера бокса проведут два бывших контендера, которые проигрывали Василию Ломаченко и Шакуру Стивенсону, это Мигель Мориага и Джаэта Гонсалес. Оба парня принадлежат к стилю Mexican Style, любят размены и очень жесткие удары, так что поединок также ожидается весьма зрелищным. Вот, собственно говоря, и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Предлагаем вам заходить в YouTube, находить наш канал The Ring Show, подписываться на него, делиться нашими видео, жать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, оставлять свои комментарии и лайки. Также ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Twitter, Telegram, Viber, становитесь нашими друзьями на Facebook. Если можете помочь нам в нашем развитии, будем вам очень признательны и благодарны. А вот как это сделать, вы можете прочитать в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Заходите на наш информационно-аналитический ресурс TheRingShow.com Пишите нам по адресу нашей электронной почты TheRingShowSobaka.gmail.com И помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, все всегда будет бокс! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok